Выявить недобросовестные организации пациентов, которые не получили льготные лекарства. С такой целью в конце 2018-го Фонд социального медицинского страхования ТОСК Фармацея провели СМС-мониторинг среди казахстанцев, принимающих бесплатные препараты. Всего было отправлено больше 190 тысяч сообщений. Каковы результаты исследований узнавала наша съемочная группа. С 1 января 2020 года казахстанцы смогут получать медицинские услуги с помощью обновленного пакета гарантированного объема бесплатной помощи и пакета обязательного социального страхования. В июле 2017-го по всей стране начался процесс накопления денег. За это время в Фонд СМС поступило 133 миллиарда тенге. Из них чуть больше 3 миллиардов вложили североказахстанцы. 24 тысячи плательщиков в нашей области перечислили свыше 3 миллиардов тенге более чем за 200 тысяч потребителей медицинских услуг. Отчисления перечисляют работодатели за своих наемных работников. В 2019-м году это 1,5% от заработной платы работника. Сами индивидуальные предприниматели и частные нотариусы и так далее они взносы не вносят в 2019-м году, как и в 2018-м. Задача новой системы – дать человеку возможность получать качественные услуги, имея право на выбор организации здравоохранения. Для этого в конце 2018-го Фонд социального медицинского страхования ТО «СК Фармацея» провели СМС-мониторинг среди пациентов, получающих бесплатные препараты. В нем участвовали казахстанцы, имеющие отметку в информационной системе лекарственного обеспечения и СЛО. Эксперимент проводили в пилотном режиме, чтобы выявить недобросовестные организации и пациентов, которые не получили льготные лекарства. Пациенты должны были ответить на СМС-сообщение. Содержанием СМС-сообщения было номер рецепта и дата выдачи. И пациент должен был ответить, получил он лекарственный препарат или нет. Если не получил, то он должен был отправить в ответ на СМС-уведомление цифру 0 или связаться с контакт-центром ТО «СК Фармацея». Исследование проводилось по всей стране. Всего было отправлено порядка 191 тысячи СМС-сообщений. Результат мониторинга показал, что 441 пациент не получал необходимых лекарств. 32 не состояли на диспансерном учете и им никогда не выдавали лекарств. Еще 10 казахстанцев медикаменты получали частично. В этом году мониторинг будет продолжен. Все выявленные недочеты в филиале фонда обещают взять на контроль. Дарья Пышменцева, Михаил Казначеев, Новости МТРК.